Вам большое за ожидание, Александр Борисович. Итак, у вас в банке долг есть, который он у вас как был, так и есть на протяжении 2357 дней. Сумма долга у вас составляет 27700 рублей. И сейчас от банка для вас есть очень выгодное предложение, да. В течение 7 дней, если вы производите оплату 10 тысяч, банк отказывается в разыскивании 17629 рублей 36 копеек. Вы участвуете в таком выгодном предложении для вас? Ну, я вообще по другому вопросу звонил. Вот я говорю, мне говорили, что этот договор был продан. Так он был продан или нет? Ну, с вами работал во временное пользование, банк передавал. Это был агентский, но они говорили, купили. Ну, в данной ситуации мы же сейчас разбираем другой вопрос. Я-то звоню, это не по акции, мне неинтересна эта акция. Почему вам неинтересна, скажите, пожалуйста. Ну, потому что мне жалко денег, вот и все. В любом случае, вы понимаете, прекрасно, вам коллекторское агентство тоже предлагало акцию. Правильно? Я не помню. Вам также была предложена акция. И вы оплачете всего. Часть долга, оставшуюся долг, вам оплачивать не нужно. Точно такая же акция, акция повторная. В дальнейшем документы банк вправе направить уже в суд. Вот, вот это было бы замечательно. Прямо было бы здорово. А что вы ждете, скажите, пожалуйста, Александр Борисович? Ну, как всегда, один и тот же вопрос. Ну, в суде все решим. Ну, важно, в суде не будет согласно 129 статье. 129 статья – это отменение приказа. 126, извините. 129 статья – это отмена приказа. 126, я исправилась. Я понял. Но 129 статья – это отмена приказа. Я вас услышала, Александр Борисович. Так что с исковым. Ребята, кто к с исковым? 126 статья. В общем, я буду на суде. Ну, хорошо. 126 статья гражданского культуры. Ну и что? И что это? Вы не можете отменять. Судебный приказ, но вы не можете отменять свой документ. Я еще раз говорю. 129 статья – отменяет этот приказ. И так что потом только с исковым, куда меня пригласят. Поэтому не надо говорить, что меня не будет на суде. Александр Борисович, это будет на территории банка. Не, не важно, где это будет. Ну, приедете, приедете. Приеду, значит. Обязательно приеду. Ну, хорошо. Ну, все. Но вы в любом случае не отмените свой долг. Это посмотрим. Суд за вас не будет оплачивать долг. Это мы посмотрим. Кстати, судебный приказ по этому долгу уже был. Это так, для информации. Хорошо. Вы отменили судебный приказ, но не отменили свой долг. Правильно? Судебные приставы и судья за вас оплачивают долг. А скажите, пожалуйста, для предъявления судебного приказа приставам, какой срок? 3 года. 3 года пролетели. Срок исковой давности. Срок исковой давности до 10 лет, Александр Борисович. На наши договора. Ну, вот в суде и поспорим, сколько лет. Александр Борисович, если с вашим открытым договором, данная статья, распространется только в том случае, если с вашим открытым договором не работал. А разве банк с вашим открытым договором не работает? Нет, не работал. Нет. Работаете. Нет. Никто мне не звонил. Даже сейчас я вам не звоню. Понимаете? Даже сейчас вы звоните. Даже сейчас это не я звоню. На самом деле я Валерий Петрович Симонов. Ну, хорошо. Вот и все. То есть вы сейчас еще представляетесь с другими лицами, да? Да, завтра я буду Пётр Петрович, Петров. Хорошо, я вас поняла, вы прекрасны. Ну и всё. А при чём здесь это? А при том, что вы не докажете, что это Александр Борисович вам звонил, и не общались с ним. А если сейчас не поэтому, мы сейчас и в данной ситуации не доказываем. Срок исковой давности, всё. Я вам также ещё раз объясняю, что срок исковой давности, если мы не работали с этим договором. Вы не работали с этим договором, понимаете? С уведомлением хотя бы. Не было никаких СССР уведомлений. Мы отправили, отправили. Ну я не знаю, кому вы отправили. Симонову, наверное. А получили вы или не получили в данной ситуации? Ну ладно, смешите мои подковы. Хорошо. Ну всё, до свидания. Итак, Александр, давайте решать вопрос. Ну давайте. Идите в суд и решим вопрос. Александр Борисович, вы уклоняете оплату? Я не просто уклоняюсь. Я вот, я очень сильно уклоняюсь. То есть вы уклоняете оплату? Вы сами сейчас признаетесь на запись, да? Александр Борисович, я правильно понимаю? Я вам в чём угодно признаюсь. Ну представьте, я в Ленину стрелял. Только никому не рассказывайте. А какое отношение это имеет к вашему крепкому договору? Да я вам в чём угодно могу сказать. Я же не Александр Борисович, мне пофиг. То есть вы сейчас ещё будете в заблуждение банка, да? Я нашёл письмо в своём ящике. Вот. Почему-то ошиблись с адресом. Ну, дай прикажусь. И позвонил. Класс не может. Что не может? Итак, Александр Борисович, вопрос. Очередной? Да, конечно. По поводу вашей оплаты. А что сейчас оплата? Что не так? Так, как будем решать? Какие действия будет предпринимать Александр Борисович? Повторяю. В пятый раз, наверное, уже вы топаете суд. И мы решаем этот вопрос в суде. Как суд скажет, так и будет. А, продать хотите? Может быть, вы продан долг. Ну, отлично. Это вообще было бы здорово. Итак, хорошо. Вы решаете данный вопрос? Оплачите в добровольном порядке? Я вот люблю в недобровольном. Принудительным очень люблю. Хорошо, я вас поняла. Мы, к сожалению, с вами не смогли договориться. Нет, не смогли. Сумма 27 629 рублей 36 копеек обязана быть у нас на счету до 18 числа. Всего вам доброго до свидания. Пока.